В общем, друзья, я прошу вас, пожалуйста, написать сейчас в комментарии, кто всё же сталкивался с этим, кто покупал хоть раз где-то аккаунт. Что в итоге получилось? Расскажите, пожалуйста, свою историю в комментариях. Мне очень будет интересно и подписчикам почитать, как оно получилось, там, как восстановили, что, какая история была с техподдержкой. То есть, реально, будет очень интересно. Пожалуйста, напишите и приятно вам. Привет всем, друзья, меня зовут Серёга и сегодня я хочу обсудить такую тему, как продажа аккаунтов и рассказать свою очень интересную историю, связанную с прошлым. В общем, когда-то, когда я только начал, ну, играть в Warface, может быть, не знаю, месяц играл, может быть, два играл, не важно, сколько я играл, но я, естественно, был недоволен своим аккаунтом, потому что я особо много в Warface не донатил, вообще не донатил, у меня даже, наверное, ботинок обычных не было. И, естественно, я хотел что-то покруче и с моим горьким опытом я знал, что можно, к примеру, какие-то аккаунты Майнкрафта покупать, с Баттлфилдом аккаунты. И я думал, что такая тема работает в Warface и, естественно, я подумал, что качать свой аккаунт, это не особо, твою мать, интересно, и можно просто взять и купить его. Нашёл я очень много групп ВКонтакте по офигенной продаже аккаунтов, где было очень просто много хороших отзывов, что вот, за 500 рублей возьми и купи самый максимальный ранг и с Юсасом, и с Айгой. Я, естественно, как полнейший идиот такой, вау, как я хочу, просто не раздумывая пошёл, увидел все эти отзывы, купил этот аккаунт, и в итоге, естественно, меня кинули, даже не дали мне этот аккаунт. Это была первая история. Потом, опять же, я нашёл ещё лучшую группу, я не знаю почему, думал, ну, может, один раз такое хорошо попалось. Нашёл других, где больше подписчиков. В итоге, опять же, так же кинули, и в итоге я понял, что никакие аккаунты никто за 500 рублей, да и вообще продавать не будет, а только тебя кинет. Потом я всё же начал играть более-менее в Warface, и решил, что лучше эти 500 рублей, за которые я хотел купить аккаунт, закину на игру, и, может быть, что-нибудь куплю, и прокачаюсь там в япончик какой-нибудь. В общем, закинул, было у меня уже примерно звание 2 ежа, пошёл я в какой-то более-менее сильный клан, и там какой-то чувак тоже предложил, я не буду ни никнейм говорить, ничего, потому что зачем оно, в принципе, надо. Я с ним хорошо общался, где-то примерно месяц общался, он решил, типа, уйти из игры, и, естественно, решил продать мне свой крутой аккаунт. Там был, что ли, 61 ранг, много донатов, хорошая стата, всё просто отлично, хороший ник тогда, ники менять нельзя. Я, опять же, у меня уже был мой горький опыт, я такой думаю, а стоит ли оно того? То есть, вроде чувак нормальный, но всё равно, сука, почему-то я не доверяю людям после такой херни. Но почему-то всё равно он как-то уговорил, сказал, вот всё отвяжет, переотвяжет. В итоге, всё же, я купил у него аккаунт, что ли, за 6 тысяч рублей, может быть, за 8, может быть, за 10, честно говоря, точно не помню. Купил мне всё, скинул, я абсолютно всё перевязал, все данные сменил. В итоге, этот аккаунт был у меня около 3 дней. В итоге, потом, его кто-то восстановил. Кто же это мог быть? Я даже понятия не имел. То есть, все телефоны, всё вот это отвязалось, и, опять же, меня обманули. А то, чувак сказал, что, чувак, ну, я ничего не знаю, типа, это не я, честное слово, как я мог это сделать? Ну, в итоге, мысли, я сейчас-то знаю, кто же это всё же сделал? Ну, тогда я, в принципе, насрал и подумал, что вот мой будет горький опыт. Опять же, у меня потом, я уже всё, я уже был на мнении, что нет, продажа аккаунтов это полнейший бред, аккаунты в Warface ты никак не купишь. И сейчас я, конечно, объясню, почему, если вы даже купите у кого-то аккаунт, даже если у своего друга, почему вы не можете быть уверенным, что этот аккаунт завтра либо заблокируют, либо вообще у вас заберут. В общем, потом у меня было много историй, где я на всяких сайтах покупал эти аккаунты, в итоге я просто их покупал, и там через несколько минут их восстанавливали. Через час, через два, через день, через неделю, неважно. Факт был один и тот же, то, что покупаешь, неважно, 70 ранг за 500 рублей, 80 ранг за 500 рублей. В любом случае, сход один, его восстанавливает. Я знаю, что есть много подписчиков, которые также хотели повелись, повестись на такую херню, что купить аккаунт какой-нибудь 80 ранг, неважно, за 500 рублей, за 1000 рублей, может кто-то потратил намного больше денег. Естественно, им дали этот аккаунт, дали им поиграть неделю, и потом якобы кто-то другой восстановил этот аккаунт, и никто вообще понятия не имеет, каким образом это может быть. Ты же все данные свои перевязал, как это возможно? Запомните, раз и навсегда. Любые данные можно восстановить, любой аккаунт можно восстановить. Если человек знает, как он создавал этот аккаунт, когда создавал первый пароль, знает секретные вопросы, все что угодно вы поменяли. Хоть 10 лет пройдет, как вы играете на этом аккаунте, но владелец объявится, и он все эти данные будет помнить. А еще лучше, если бы он именно на свою фамилию, на себя, прям, именно этот аккаунт оформлял, и предоставит техподдержке свой паспорт. Вот насрать, что у вас там привязано, может быть, у вас даже там уже карты визитные, все к этому привязано, емайло. Да насрать будет, он первый создал этот емайл, у вас его заберут, и ничего вы не сделаете. Поэтому я никогда не рекомендую вам покупать аккаунт. Если вы хотите поиграть там 2 дня просто по приколу, читеры, только читеры, скорее всего, сейчас, наверное, покупают себе аккаунты, потому что другого смысла я не вижу. То есть, зачем играть на аккаунте, который завтра, послезавтра могут восстановить. Тем более, непонятное дело, что еще админам в голову может прийти, понимаете, может быть, они начнут как-то определять IP-адреса. То есть, если чувак заходит с разных IP-шников, он будет сразу аккаунт блокировать. Хотя, знаете, любой аккаунт, который, например, даже читер купил, например, какой-то аккаунт, поиграл на нем с читами, его заблокировали. Но настоящий владелец объявился и действительно подтвердился факт, что, например, этот чувака взломали. А каким образом его могут взломать? Откуда такие аккаунты продаются в смысле? То есть, откуда 500 ранги, не 500 ранги, за 500 рублей, то есть, 80 ранги за 500 рублей? Откуда? А просто есть много всяких фишинговых сайтов, где люди каким-то образом вводят свой e-mail и свой пароль. Где там, знаете, получи золотой ктар бесплатно за то, что просто введи свой логин и пароль. Накрути себе миллион кредитов, просто введи свой логин и пароль, введи сумму кредитов и накрути. Я не понимаю, что за ебалтосы ведутся на эту херню, но, как бы, окей, ведутся, значит, если столько аккаунтов много продают. То есть, вот такие вот аккаунты их взламывают, потом по фасту продают, и какой-то лошпед покупает за 500 рублей. Но хозяин аккаунта не идет, он хочет себе аккаунт назад, он идет, пишет в ТП, говорит, что за херня меня взломали, вот я лошпед на таком сайте, как бы, немножко повелся. Ему ТП помогает, потому что он, скорее всего, предоставляет свои паспортные данные и все остальное от аккаунта. Ему помогает, и насрать, кто его там купил, не перекупил, хоть его даже заблокировали, кто нам считаем, поиграл. Его полностью разблокируют, потому что факт того, что взлома был, как бы, налицо, и ему возвращает этот аккаунт. А чувак, который его купил, остается с носом. Я опять же говорю, какой-либо аккаунт вы бы не купили, сколько людей, я не знал, какие бы они не покупали. У лучших друзей, у кого только они не покупали, в любом случае, они оставались с носом. То есть, они хотели получить халяву, в итоге ничего не получали. Поэтому я вам просто рекомендую. Это не стоит того, это не стоит тех нервов, которые вы будете потом тратить, на когда этот аккаунт у вас восстановят, заберут. И вы будете понимать, что вы вложили в этот аккаунт столько, сколько он в жизни бы не стоил. То есть, вы могли просто взять, задонатить себе на аккаунт, на новый, нулевой, и прокачать спокойно. Сейчас аккаунты спокойно можно прокачать. То есть, регистрируйтесь по каким-то ссылкам, не имея в виду фишинговым. То есть, реферальным ссылкам вам даются там и випки, и всякие наборы джунглей, и магмы могут дать. То есть, куча всяких ссылок есть, реферальных, имея в виду, не имея в виду вот этих вот ссылок, где Тавархтар получит золотой. То есть, вы можете просто начать игру, даже не вкладывая деньги, и сами прокачать там вип на 7 дней. За 7 дней спокойно можно себе уже 26 ран какой-нибудь апнуть. В Warface тоже куча акций проходит. То есть, там всякие тестеры, не тестеры тоже получают всякие эти випки. В Warface можно играть, не донатив. Ну, конечно, если ты жмешь там 500 рублей в месяц в игру закинуть, это что-то интересное. Жмешь 500 рублей в игру в месяц закинуть, но не жмешь 500 рублей потратить на аккаунт, который, в принципе, восстановят. Я, конечно, понимаю, кстати, именно про аккаунты вот эти. Это очень серьезная тема Warface. То есть, админы с этим очень сильно серьезно борются. То есть, если вы даже в игре напишите по поводу продажи своего аккаунта, вас забанят навсегда. То есть, понимаете, в шутку, не в шутку, если установить, чтобы вот с этого айпи, который вы играете вот все время с этого аккаунта, и вы написали с этого айпи, вас заблокируют навсегда. Вас никогда не разблокируют, хоть как вы не доказывали, что там шутка, не шутка. А мне сегодня в ВК написал чувак, типа, меня заблокировали за то, что я пошутил. Там что-то по поводу РМ за 300 рублей. Знаешь, как бы в Warface нету никаких шуток по поводу 300 рублей. Не нужно ничего писать. Я еще раз говорю, лучше чат вообще отключить. Я почему чат отключил? Я просто не знаю, как бы зачем, зачем? Во-первых, много грязи льется в чат, который ты, в принципе, не особо хочешь увидеть. Во-вторых, ты действительно какого-то идиота, который эту грязь льет. Можешь какую-то херню ему написать или даже что-то в шутку написать. И тебя могут заблокировать не на месте, не на два, навсегда тебя могут заблокировать и тебе придется качать новый аккаунт. Поэтому это видео, ответы моего мнения о том, стоит ли покупать, есть ли какие-то сайты, есть ли какие-то люди, которые действительно смогут продать вам какой-то аккаунт. Нет, нету. Может быть у вас есть лучший друг, которого вы лично знаете, он действительно как бы не петушок, он реально вам отдаст аккаунт. Хорошо, может, но опять же остается вопрос, а не заблокируют ли когда-то тебя или нет. Потому что когда-то ты играл с этого IP, а теперь играешь с этого IP. А если там расстояние не такое внушительно знать, например, от Москвы до какого-нибудь Новосибирска, внушительно расстояние. И как ты им докажешь, что ты, к примеру, переехал. Не знаю, будут ли админы по поводу этого с ним бороться, но я высказал свое личное мнение по поводу всего этого. Не купите вы никакой аккаунт, вам дадут на нем поиграть. Вы за 500 рублей купите 80-й ранг и поиграете на нем день, два, неделю. Если прям повезет месяц, но не больше. Даже месяц, какой месяц, я вас умоляю. Это прям таким нужно везунчиком быть, чтобы месяц на таком аккаунте поиграть. Напишите, я уверен, много людей, которые сталкиваются с этой проблемой, которые хотели купить себе аккаунт, хотя не понимаю зачем. По-моему, в Warface вот весь смысл есть, что ты сам качаешь стату, сам качаешь победы, сам как бы донации выбиваешь. В этом весь, как бы вся игра хорошая, ты получаешь от этого море настроений. Ну, какой интерес, если у тебя, например, уже все есть? Зачем покупать то, где уже у тебя все есть? Я не знаю, честно. Я вот просто не понимаю. В общем, друзья, обязательно поддерживайте видео лайком, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, все ссылки есть в описании. Спасибо всем огромное за просмотр, всем удачи, друзья, и всем пока. Хочешь начать играть в Warface? Есть отличный способ начать играть и получить кучу пушек и супер вип-ускорителей. В игре скоро будет куча крутых акций, счастливых выходных, и ты сможешь прокачать себе аккаунт даже без вложений. Специальную ссылку с крутыми бонусами я оставил в описании. Поторопись, ведь это продлится совсем недолго. Удачи!